сваляла такой валеночек уже есть швы крепления подошва все сделано уже давали на уже даже убраны излишняя мохнатость теперь нужно поставить крючки и петли для того чтобы можно было зашнуровать чтобы поставить их нужно разметить равномерно получается что здесь я где-то от начала должен быть сантиметр между каждым между каждым крючком где будет дырочка должно быть 2 сантиметра и так каждые каждый крючок но в общем то желательно сделать поставить в начале в конце в середине разметку ну и потом по сторонам вот такой линеечкой от начала тоже отмеряем сантиметр должен быть здесь сантиметр здесь сантиметр и вот в этой части тоже сантиметр от начала петли вот здесь я уже немножко наживила но сейчас покажу как я это делала у меня есть такое шило хотя некоторые делают пробойником но пробойника у меня нет пробойника у меня нет поэтому у меня есть такое шило мне даже больше нравится потому что я могу этим шилом сделать даже в тех местах вот например не неудобное место я могу сделать дырочку и засунуть вот такую штучку называется но холнитен холнитен состоит из двух частей ножка и вот такая верхняя часть в начале я буду ставить здесь петли петли они вот но у меня вот такие петли целые а крючки будут дальше они вот такие их в начале ставить нежелательно потому что будет спадать шнуровка поэтому у меня задумкой по просьбе клиента три последние для того чтобы легче шнуровать либо может быть какую-то не за шнуровать ну в общем-то клиента попросил поэтому пока за вот я уже разметила иголочками здесь у меня у меня удачная линейка получилось вот здесь два сантиметра и вот я таким образом отмерила и здесь потом отмерила таким образом сантиметр вот получается мне вот сантиметр вот здесь вот тоже получается у меня вот сантиметр нужно чтобы эти иголочки так как я здесь уже поставила но здесь были сначала иголочки нужно чтобы они совпадали друг с другом чтобы была симметрия чтобы когда мы за шнуровали шнурочки чтобы это не было наперекосяк хотя конечно войлок он на вытянет но все же нужно чтобы это было аккуратненько ну и вот как я это делаю своим шилом это шило без крючка она просто вот как скажем так толстая игла но это был когда-то крючок здесь вот спилен крючок поэтому очень удобная штука ну как для меня удобно и вот я отодвигаю иголочку и протыкаю иголочку высовываю и важно делать это прямо чтобы не пошло наискосок чтобы вот здесь тоже оставалось равномерное расстояние вот мы сделали дырочку теперь засовываем эту дырочку вот с этой стороны покажу не знаю видно не видно но тоже есть такая дырочка и вот в нее мы засовываем холнитен если недостаточная дырочка то можно ее на данный момент это недостаточная дырочка я засуну холмитен неудобно и снимать и засухать можно даже с той стороны мы видим где это и можем так немножко прокрутить вот теперь будет легче вот таким образом мы прошли вот первый раз второй раз теперь ставим петлю а теперь ставим такую шляпку грибок и она защелкивается вот она защелкивается здесь тоже так как у нас пробита тоже защелкнем сейчас я даже вот так вот ставлю а потом мне легче попасть дырочку и вот она защелкивается таким образом мы ставим полностью всю вот эту часть но вот дальше я покажу вот я вот так вот сделала все вот здесь уже я ставлю петли но здесь точно так же и три последние какие говорила по заказу клиента 3 так делаем дырочку вот у нас она с этой стороны тоже видно вот она легенько про солнце здесь есть один момент крючки есть паз сюда желательно шляпку меньшего диаметра но у меня тогда не получается чтобы хватило расстояние между толщина войлоком толщина сама самого крючка не хватает не защелкивается поэтому ничего страшного что она так как бы заходит принципе когда она уже поставлена этого не особо не видно я потом покажу чем я заделывая до конца прихлопал защелкиваю сейчас я поставлю дырочку делаем ножку вставляем когда лучше кого-то хуже ну в общем нормально просовывается особо дырок делать не нужно потому что войлок может разойтись а если сделать большую дырку то будет плохо держать так отодвигаю иголочку и ставлю в сам саму дырочку и сама вот этой иголочкой и вытаскивая проделываем вставляю ножку у меня здесь видно и если не видно можно еще разочек сделать не проблема замечательно першляпка и крючок вот таким образом и защелкиваю она защелкивает для того чтобы можно было не держать вот получается вот такой вот такой для шнуровки еще у меня есть такой самодельный инструмент для того чтобы зажать чтобы развальцевать холнитен хотя он не совсем подходит потому что здесь нет выборки но когда она прижимает часы вот покажу в одном месте но принципе делает его таким плоским такой пускай шайбочкой ну когда показала клиенту он сказал что ему нравится вот мы просто прижимаем хрустнула это значит что внутри внутри шляпки развальцевалась покажу вот это вот ножка должна развальцеваться вот в этой шляпке и тогда уже никуда она не выскочит вот смотрите сразу как стала ту вот здесь легко движется а вот здесь все уже вот таким образом получается поставленная петля таким инструментом инструмент самодельный мы ставим чтобы было ровненько покажу вот и за край потому что так лучше купона хрусь и слышно по руке что развальцевалась это же вот даже наверное нужно еще немножко слабовато развальцевалась так уже ну вот уже лучше вот две штучки мы так развальцевали таким образом делаем полностью весь сапог паленый и это уже в принципе будет полностью останется только шнурки зашнуровать ну и все зима не страшно вот получается то что мы делали в начале здесь я уже зажала таким инструментом здесь получается два болта спиленных и они зажимают но они зажимают получается вот так в плоскости ну как бы такая плоская платформа получается хотя можно сделать и по-другому но заказчику понравилось вот последнюю я защелкнула последний крючок защелкнула и теперь тоже зажимаю так мне удобней зажимаю ставлю так чтобы было ровненько самое главное верхняя шляпка чтобы было ровненько снизу уже там не важно и куда она не денется а вот самая верхняя шляпка вот я так выставляю просматриваю вот она так ровно полностью вот так лучше видно полностью вот она ложится здесь и полностью ложится вот здесь так наверное лучше видно и за края сейчас вот покажу за края я прижимаю ну как в общем-то как плоскогубцы до такого щелчка когда развальцовывает прижимаю вот у нас все полностью готова теперь вот такой получился у нас валеный ботинок теперь сюда одеть шнуровочку вот она получилась так вот ровненько каждые два сантиметра вот она держится крепко видно здесь что еле шевелится на день и шевелится можно таким таким инструментом до зажать ну в общем все все готово теперь один шнуровочку и вот она получается соответствует все ровненько друг другу соответствует как я и хотела здесь три крючка остальные петли вот все уже у нас здесь есть швы крепления которые будут не будут давать потому чтобы обувь сильно разнашивалась она будет вот здесь держать будет пяточка держать швы крепления будут держать пяточку в общем то все валенок готов мне нравится так вот получилось цвет валенка называется шторм все